Всем привет, дорогие друзья, с вами Каня Морелла, в этом выпуске мы сыграем в игру под названием Лин Бук. Наконец-таки, друзья, это игра на русском, о господи, это свершилось, я впервые сыграю в какой-то инди-хоррор на русском. Да неужели, друзья, погнали смотреть, что это за игра. Играть, а не плей. Какой кайф. Так, новая игра, да. Сложность, лёгкая, зачем здесь сложность? Мне что, с ним драться придётся, а? Ты хочешь со мной драться? Нет, мы играем ради сюжета, поэтому мы будем играть на лёгком, друзья. Внимание, чтобы играть в эту игру, вам нужно использовать наушники. Я в наушниках, да, хотя и не таких огромных, но мне этого достаточно. Представляет. Девелопер, блин, девелопер представляет нас. Игра Александра Баженова. А, так это игра русская, я чё такого удивляюсь вообще? Чё я удивляюсь, что она, блин, на русском? Ли-ни-бук. Может, в этой игре я даже что-то и почитаю, наконец-таки, наконец-таки? Так, осмотрите офис. Окей, я готов это делать. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать. С чем я взаимодействовал? С дверью. Нифига себе, у тебя рука-то длинная. Чё это значит? 0-0. Какие-то символы. По-любому, это какая-то загадка, мне надо её разгадать. Смотрите, здесь тоже всякие масонские символы. Окей, ладно, идём. Осмотрите офис. Я так помню, чувак смотрит через камеру и при этом включил фонарик. Чувак, а ты можешь просто своим зрением смотреть? Без всяких вот этих, чтобы было всё помех. Нет? Так, ну, осматриваем, осматриваем. Здесь ничего. Здесь какие-то схемы. На английском, кстати, написано. Ну, видимо, всё равно игра ориентирована более на иностранный контингент. Всё-таки англоговорящих людей больше в мире, чем русских, да? Логично. Так. Ну чё, я смотрел ваш долбанный офис. Ничего интересного я не нашёл ровным счётом. Все кабинеты одинаковые. Ладно, значит, я что-то пропустил. А, вот я в эту ещё дверь не заходил. А в эту дверь нельзя зайти. Её нельзя. Локет. Опа. Найди источник шума. То есть, не надо было просто осмотреть и опять вернуться, и потом опять пойти. Ну, давайте, ещё разок, блин, а? Давайте ещё три круга сделаю. Источник шума. По-любому, он за этой дверью запертый. Почему ты не хочешь её проверить? Нет, нет. Какой же тут источник шума может быть? Так, ладно, в последней комнате, значит, источник шума. О! Беги! Бегу! Куда бежать? Запирайся! Нифига себе! Чувак с башкой лиса. В принципе, как на превьюхе. Нет! Нет! Ну или да. Так оно и было запланировано. М5 и 8. М5 и 8. М5 и 8. Мне так давно получили информацию о том, что незадолго до своего исчезновения, что 288 посетил своих родственников в окрестностях города. На нашим данным, что 288 оставил в доме не пекан вверх. Задержимая которого и по сей день считаются неизвестным. И даже не того, мы узнали, что злоумышленник, совершивший зверское убийство от охранника в артилии на прошлой неделе, украл данные именно об этом доме. И, вероятно, злоумышленник тоже ищет этот конфликт. Злоумышленник. Ёпта, это чувак с башкой лиса. Вы его хоть видели? Камеры записали вообще, что происходило в этом офисе долбаном? Зачем там камеры нужны? Вопросик. Да, я тоже... Как играть? Вот, давайте вот это почитаем. Как играть? Ваша задача внимательно слушать, в какую часть дома бежит монстр, чтобы вы могли вовремя закрыть окно. Чтобы закрыть окно, удерживайте нажатую клавишу Е. О-о-о! Как-то ФНАФ напоминает немного. Надо постоянно прятаться от монстра. То есть, двери, да, окна закрывать. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать. Ага, понял. То есть, он их будет открывать, я буду их закрывать. Нифига себе, у тебя защита, конечно, чувачок. Ну, я так, по-моему, заранее знаем, что он может прийти. Смотрите, даже часики типа есть. А, таймер, что мне надо прожить до этого времени. Опа! Нет! ни хрена я быстро погиб-то легкая попробовать снова это легкая это очень было конечно просто легко я только начал играть блин меня сразу блин ли сажал услышал но а чё за бред ай блин надо удерживать а я просто блин жму и понял понял мой косяк друзья мой косяк надо задерживать е я походу его типа не быстро не до конца закрывая и все типа и беда приходит ко мне осмотрим дом просто до круче здесь куча окон и просто мне надо их закрывать все зарите сейчас все получится да да ладно ай блин серьезно надо значит его закрывать держать пока он не уйдет это типа как во фнафе все я догнал я родил сколько мне еще рано надо раздохнуть чтоб это понять я слышал он открыл и где он открыл рандомайзер работает ёпта явно не здесь просто где-то открыто блин она по-любому где-то открыто есть опять сдох на езду все я сдох я не могу закрыть я не могу закрыть ходу выше уже что ли я не могу это закрыть я не работает были так потому что он уже вышел падла так не это друзья вообще абсолютно не нравится мне это вообще не нравится открыл панла все держим она даже за магнититься оба где-то в той стороне до падла смотрит закройся что за странная система защита еще почему так легко ее открывает так и где-то услышал но я не уверен где это были на то внизу почему он бегать не умеет падла и бегать умеешь падла главное не дать ему вылезть некоторые окна очень быстро закрываются некоторые очень долго прятаться здесь вообще не могу кстати и шкафы никуда так наверху наверху там там а там нет нет смысле почему а где где-то окно уже определенно слышал он вылез нет да ладно ну просто одна миллисекунда я не успеваю просто не успеваю вы погибли да пошли вы в жопу блин падла даже не было самого леса показан даже не было его показано было просто темнота на меня налетела темнота до чего вы серьезно вы издеваетесь нет да почему был же звук я проверил что все окна были закрыты что за чушь что за бред вообще а как может спрятаться как как этим упрятаться чудо чушь я вот буквально две секунды нас не теряю все он сразу вылазит так 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 смотрим здесь сразу нет здесь нету идем туда пам 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 все отлично он начинает атаковать второй этаж надо успеть смотреть все комнаты понятно учиться дрочить стиль наверху а я не могу рисковать если он откроет внизу мне жопа идем 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 проверяем сразу это окно нет все отлично идем туда блин как вся на дальнем самом а да вот она быстро лично повезло как долго я уже хотел пустить м7 и 88 и что по нашим данным в этом зоне проживает сын и отец субъекта 88 чё за конверт конверсия не говорят так ладно найдите квартиру номер 17 первую дрочь мы выполнили благо дальше идем я на самом деле думал это вообще концовка это он сейчас выпрыгнет все равно даже когда таймер закончится и типа даже не помешать закрытое окно ему она погнали это типы чем мы ищем этот субъект какой-то подопытный человека скрестили с лисом теперь он мстит всем и мся так ну здесь явно не пахнет 17 это скорее всего наверху вот здесь вот должно быть во ну сразу заходим что делать вау какие у них тут и замечательные квартирки это типа влияли какая-то колония непонятная строгого режима при этом такие офигенные квартиры внутри я приношу извинения за то что не смог встретиться с тобой лично но это есть свои причины я очень надеюсь что конверт у тебя твой отец рисковал всем чтобы этот конверт не попал в руки коллекционария или что еще хуже в руки существа которые сейчас у тебя на хвосте не волнуйся он не сможет проникнуть в эту квартиру я об этом позаботился самое главное что тебе нужно помнить это одно ни в коем случае не открывай конверт это может привести к печальным последствиям не только для тебя но и для всех окружающих ладно у нас слишком мало времени я не имею права тебя задерживать возьми эту рацию я буду помогать тебе время от времени в соседней комнате можно сесть на поезд а учет там курил слышите такая чисто типичная кручевка ну да слушайте сразу видно создатели русские возьми билет со стола так а где билет рядом сразу не положить что за шейник валяется почему я карлик вот вы когда стоите перед столом он в реале у вас подбородок что ли еле-еле микро ладно погнали короче где это какое билет со стола кто еще и шкафом скажите вот кто шкаф так ставить и 200 а вот здесь где-то белец а походу тот самый монстр а вот они фотки лиса а у меня тоже полно доказательства очень странные люди подчеркнуты потом билетик блин а было смотреться в этой комнате ну да ладно м10 и теперь я вам нужно получить более подробное описание нападавшего показалось что подбореваемый имеет архатиконское происхождение это будет ненавязно но он соответствует описанию существа из древней архатиконской легенды называется она или не бог мужик с головой не оленя а лиса а я на пароме как играть ваша задача не допустить по крайням остров купе для этого вам нужно внимательно следить за передвижение монстра и во время закрывать дверь или своевременно выходить на из купе пп в котором вам нужно будет войти будет подсвечено чтобы закрыть двери или выйти из купе вам нужно нажать клавишу которая появится нашим экране крайне важно следить за перемещением монстров противном случае клавиша не появится на вашем экране были нахренеть это моя смерть да вот это купе следить за перемещением монстра а то есть меня напряться определёнку по нифига себе да я как экспериментальная крыса для вас как я должен за ним здесь следить ну я смотрел куда-то вот это вдаль погодите я не понял а где он должен был быть вот это я вообще не по приколюхи и надо убить и ф во всем дверям не короче вона искать просто и он прячется а вот подсвечена у меня ищет выходи как выходить по ходу было какая-то как это было клавиша подсвечена непонятно попробуем еще разок смотрите буквы никакая не подсвечена по-моему r была подсвечена блин в такой панике блин просто не заметил то ли внизу она как-то подсвечивается бегает ищет меня да он пока снаружи при мне его понять как выходить из этих кают он долго бегает там r да понятно r все ищем следующую каюту и все-таки правильно увидел р к ты это ладно ты другая буква должна быть она пробуем теперь и это мы теперь хотя бы знаем что он несколько есть букв rt 6 успеть бы на самом деле прочитать отвернуть голову успеть заметить эту букву дичь друзья дичь да ладно как он может еще и двери с этой стороны открыть блин я думал так все просто нет на самом деле все очень сложно все очень сложно это сложность легкая ёптель я боюсь представить что будет на безумном а не обязательно замечать на самом деле буква сразу загорается это для просто долблю по клавишам пофиг вообще я нажал другую клавишу я нажал другую клавишу и он мне сразу же рают и здесь еще и нельзя просто блин жамкать на клавиши как заходишь это дрочь друзья да ну блин это надо пройти да ладно дверь надо еще и держать надо держать дверь я думал просто достаточно f нажать и все да блин и разжимать и разжимать и разжимать ну ёпта я так долго прошел ну ёпта и опять заново пять заново у меня есть плана что если кстати подольше постоять и именно и не заходить в эту дверь а в последнюю секунду заходить когда он не вяжет может я кстати выиграю время я не выиграл время понятно то есть надо все же быстро заходить потом я не могу просто за не вне зайти потому что она запирается не понимаю а кто кто-то этим вообще вот управляет почему если я сразу не зашел не могу больше заходить дверь так и держим как он начинает топать все можно отпускать типа главный запалил и дальше ищет мне поля я не ту клавишу нажал я не ту клавишу нажал блин и держим я чуть я не отпустил спатье как я тут и долго еще на клавиатуре м1 и 88 а уже уведомил олицин или сложишься ситуацией лан а нервах читать начал жизнь забыла на русском не говорите еще что будет одна дрочная миссия о нет блин это уже не конец это еще не конец ладно друзья окей так значит мне надо найти комнату охраны то есть войти в нее так ну походу это она окей автоматически захлопнивает двери вижу не вижу окей а После того, как ты войдешь внутрь, я больше не смогу тебе помочь. О, зашибись. И тут придется все сделать самостоятельно. Ты главное, не переживай. Кстати, мы увидели цифру 1. Здесь и цифра 3. Удачи, дружище. Здесь еще какой-то пароль мне кажется нужен или что-то типа такого. Активируйте генератор. Так. Окей. Активируем. Yes. Вот это что валяется такое интересное. Нет, что? Да, жмем F, F, F тыкаем, тыкаем, тыкаем. Жмем, тыкаем, тыкаем. Ну, ну, ну. Уф, протыкал я F. Возьми большой фонарик. В смысле большой фонарик. А, это и есть большой фонарик? Какая красота. И что мне с ним делать? Он весь раздолбанный. У него экрана нет уже. Что за фонарик-то? Так, куда идти? Ох, как красиво там, а. Успокойся. Ладно, скорее всего мы идем в эту дверь. Пойдите в лабораторию. Погнали. Ага, отлично. Как играть? Ваша задача. Активируй 4 генератора. После их активации железные двери откроются. Единственный способ выжить при встрече с монстром посвятить фонарик ему в морду. Прямо хлебальник. Чтобы включить фонарик, удерживайте нажатую клавишу F. Если вы отпустите кнопку фонарика перед его включением, он временно выйдет из строя. Если вы отпустите кнопку фонарика перед его включением. Чтобы бежать, удерживайте клавишу F. Понятно, я понял. Окей. Ладно. С этим разобрались. Так, нам надо генераторы включить. 4 генератора. Я так понял, их надо где-то здесь искать. Окей. Эту комнату проверили. О, вот он первый. Отлично. Я что-то слышал. Он бесится. Что мне с ним делать? Сейчас откуда-то побегу... Блин, да ладно, серьезно? И все? И это все? Я же светил ему прямо в морду. Почему он продолжит бежать? Он вроде как прикрылся немного. Ладно, пробуем снова. Так, вроде знаем, что делать. Так, интересно. Генераторы вспоминятся по разным местам? Да, слушайте, по разным местам. Здесь его не было. Теперь он здесь. Она как-то быстро, мне кажется, все это делать. Теперь здесь вообще ничего нет. Ладно, погнали туда сразу. Пока его не слышно. Нет! Он здесь! Он бежит. Так. Вот он. Сдохни, тварь! Сдохни! Сдохни! Уф, он мимо меня пробежал. Серьезно? Так, ладно, ищем, ищем, ищем. Здесь вообще ни хренича нет. Окей. Идем дальше. Он побежал туда. Ладно, я побегу за ним. Он все равно испугался меня. Он меня, падла, боится. Он боится фонарика сильного света. Его можно победить! Его можно победить! Он опять орет. Вот она, эта дверь большая, кстати, которую надо в ходу открыть. Может дождаться, пока он выбежит. Отлично, отлично, отлично! Он испугался! Бежим за ним! Нет, давайте вот туда пройдем. Может там есть генератор. О, господи, здесь какое-то новое помещение. Этим фонариком можно просто так пользоваться, освещать? Хотя, я бы не стал. У него вроде какая-то есть энергия. Боюсь ей все потратить. Блин, злючая тварь. Отлично, здесь ничего нет. И здесь ни хрена нет. Так, я не понял. Я думаю, здесь генератор будет. А здесь ни хренича нет. И оно бежит уже. Почему нету? Сдохнет. Блин, здесь и в реале нету генератора. Здесь его никак не включить. Я что-то вообще не понял прикола. Ну ладно, видимо не на этой локации. А зачем эта локация вообще нужна? Чтобы меня чисто надуть и убить? Так, я заблудился. Я забл... Я определенно заблудился. А нет, все правильно. Нет! Собака! Падла! Серьезно! Не собака, а лис, да. Так. Первый генератор. Нифига его прокрутило. Чё это, блин, за разворот на 360 градусов? Первый. Нету. Здесь сразу два генератора! Куда он побежит? Я буду оборонять эти генераторы до последнего. Падла. Просто генераторная комната! Мне так подфартило. Все, последний генератор. Просто. Может в одной из комнат было сразу два генератора, а я, блин, продолбился в глаза и не увидел. Ладно, сейчас все. Сейчас точно серьезно проходим. Все, сейчас победим. Однозначно победим. Ага. Он добежит. На, принимаем здесь. Кристина, падла, а? Да! Последний генератор! Четыре из четырех! Я открыл ворота. Теперь у меня на другой конец, блин. И теперь на другой конец идти. Давайте здесь его подождем, наверное, примем, да? Рычи. Принимаем здесь его, короче. Чигасе, он долго не останавливается. Все, бежим, он слишком агрессивный. В ручи. Выход. Да, ну... Да, да. Наконец-таки, наконец-таки. Господи. Третий уровень пройден. Я думал, это катсцена Да ладно, вот это я, конечно, приколюшно пришел Там твой сородич? Слышь, слышу Ты умеешь разговаривать? Поговорили бы нормально по душам, а не бегал бы со мной Братец, если бы ты только знал, какую ошибку ты совершил Я так не считаю Пока что Они привели себя на первую смерть А, а ты меня не пытался убить, типа? Если бы меня нет, уже сдох Вернись ко мне, братец Не нужен ты мне Да-да-да, я особенный Поэтому дай мне уйти и выжить О, давай скорешимся нормально, да После пройденных таких сложных ситуаций Можно, в принципе, скорешиться, да? То есть выбор уйти, что ли? У тебя есть выбор Две концовки Глупоко будет ждать тебя О, а здесь буду ждать тебя Две концовки, походу Так, я могу уйти или туда пойти Непонятно, друзья Давайте к нему подойдем Мне просто любопытно В реале он хочет скорешиться Да не, он мне просто гробнет, на самом деле Да, и меня он просто затащил И что дальше? А другая концовка какая? Да, он меня просто прикончил, да, походу Или что? Это я валяюсь? Вот, никогда не доверяйте лисам Никогда Ну, если бы, по крайней мере, увидеть такого лиса Ну, и что поделать? Я как бы злодей Глупоко хорошей финальной концовки Типа нет И на самом деле Если бы я, наверное, начал уходить от него Он бы меня тоже Догнал бы, и все И концовка, ровно счетом Была бы абсолютно такая бы Такая же бы Да, да, да Интересно Здесь я можно, на самом деле Начать с последнего уровня Чтобы проверить последнюю концовку А то сначала я эту игру вообще не хотеть проходить Надо посмотреть Тут есть облики линии Что это такое? Если нажать, что это будет? Линии Разные облики И что, я типа могу выбрать его облики И потом типа от него бегать до бесконечности, да? О, понятно, понятно, понятно Короче, нету, друзья, здесь ничего Никак нельзя, короче, друзья В этой игре продолжить То есть опять начинать новую игру И смотреть, что за другая концовка Но мне кажется, другая концовка Он тоже за мной просто побежит И меня схавает И вообще непонятно, почему я в таком месте Я еще делся Хотя я прибежал в какой-то запертый бункер Где я должен просто было оставить записку Положить какой-то конверт Непонятный, который нельзя было открывать И все такое Непонятно, друзья, непонятно В целом игра, блин, офигенная Но настолько сложная Это ужас какая она сложная В этой игре приходится постоянно молчать Что для летсплея вообще, кстати, ненормально Ты в реале здесь молчишь Потому что если ты будешь говорить Ты ее просто никогда в жизни не пройдешь Я боюсь представить, какие испытания ждут она В других сложностях Типа на безумном, там еще на сложном Если на легком, такая дрочь Это жесть, друзья Но тем не менее Игра в реале пощекотала мне нервы В реале взбодрила И я прям рад, что я ее прошел Потому что она, ну, очень сложная И, в принципе, прикольная и крутая Даже две концовки есть Может посмотрим еще на вторую концовку Когда-нибудь, да Ну все, спасибо огромное, друзья Кто осмотрел этот выпуск Всем до скорого И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok